Мы заходим в гости, но, к сожалению, не обновили телевизор, это, наверное, самый большой минус этого номера, так все вполне прилично. У нас дабл, но дополнительная кровать, это на девчонках, живем втроем в фитнес-студе. И вот такой прекрасный балкон. Правда, с видом никуда конкретно у нас, но все равно вид достаточно приятный. Надо сделать очень красивый солнце, чтобы все в окне не цепшено. Все-таки фонтанчики, они сейчас не могут оттуда, там вот главная ресторана. Продолжение следует... Ну, идем немножко прогуляемся по территории. Сейчас как раз закат, уже прохладно достаточно. Ну, как прохладно, если днем было 35-38, сейчас у нас начало июня, но даже местные говорят, что аномально жарко, потому что обычно такая погода в самой середине лета, а сейчас очень жарко, вот это правда. В целом отеле в очень неплохом состоянии, в некоторых корпусах идет реновация. У нас были стандартные номера, поэтому у нас нет вида на море, но номер я вам не показала, достаточно неплохой. Что мне больше всего понравилось в этом отеле, это зеленая территория. Большая, зеленая, ухоженная, много пальм, есть тенечек, по которым можно дойти с моря. И вот он, самый минус, о котором я говорила, это лестницы. И вот видите, вот у нас одна лестница, мы по ней спускаемся, спускаемся, спускаемся. И сейчас на пути на пляж у нас будет еще миллион таких лестниц. Поэтому, ребятушки, если вы не любите ходить, не любите лестницы, и вообще вы немножко ленивые жопки, то этот отель не для вас. Наверное, не посоветую этот отель мамам с детками и колясками, потому что нет спусков специальных фактически. Но всем остальным, очень даже да, в своем ценовом сегменте, мне кажется, имеет полное право на существование. Вот такие вот корпуса, двухэтажные, много разных деревень, зеленые лейки. То есть, в принципе, можно достаточно комфортно дойти на пляж по эту дночку. Но лестницы вам не ведут расслабиться. Вот, собственно говоря, главный корпус и главный бассейн. Много свободных мест всегда возле бассейна. На пляже, в принципе, тоже есть свободные места. Сейчас вам покажу. Ни разу мы не видели спор, что где-нибудь тепло лечь. Все корпуса двухэтажные. Такового главного здания нет. То есть, оно есть, но в нем не живут люди, в нем только находятся главный ресторан, бары. Вот, все люди живут вот в таких вот двухэтажных корпусах, просто с видом на море и без вид на море, как обычно. Несколько бассейнов, если быть конкретными, наверное, четыре, просто они перетекают один на другой. Вот видите, опять по лестнице я иду. Это те самые лестницы, о которых я вам говорила. Но все очень зеленое. Вот корпус с видом на бассейн. И таким боковым, можно сказать, видом на море, потому что вовы на море, если присмотреться. Вот оно, главное здание. И вот он, первый бассейн. И дальше будет каскад еще из нескольких бассейнов. Места возле бассейна есть всегда, на пляже, в принципе, тоже. Поэтому здесь перезаселение мы, по крайней мере, не видели. Еще раз, конечно, если сравнивать, то все относительно и абсолютно в своем ценовом сегменте. Потому что этот отель стоил порядка 800 долларов в июне на двоих. Это был вылет, причем из Одессы. То есть из Киева, я думаю, было еще чуть-чуть дешевле. И за свои деньги все достаточно неплохо. Есть вопросы по не очень разнообразному питанию. Но в целом все остальное очень-очень даже приятно. Что мне понравилось, то, что здесь не 100% русские и украинцы. Здесь есть иностранцы, здесь очень много немцев. Поэтому если вы любите отдыхать там, где не очень русскоязычное, скажем так, население и постсоветские страны, то этот отель вам понравится. Как и везде в Шарме, почти везде здесь солнышко встает над морем. Очень красивый рассвет сейчас в 4, это в 30. Мы несколько раз вставали. Но это стоит того, если будете здесь вообще. Я очень советую обязательно встретить хотя бы один рассвет, потому что кажется безумно красиво. Вот так вот осадится оно где-то в пустыне. К сожалению, не над морем, не так, как мебицы. Но тем не менее. Рассвет и очень красивый. Ну, вот так видите, совершенно пустой бассейн. И, кстати, днем здесь тоже было так. Людей на бассейнах очень-очень мало. Вот видите, вот здесь у нас один бассейн. Перетекает он во второй бассейн. Вот там, видите, третий. И за ним еще будет четвертый и пятый. Поэтому бассейнов достаточно много. Они с обычной хлорированной водой. Но под боком моря. Поэтому, я думаю, это не будет проблемой. Там, понимаешь, и вот еще бассейны. Один, второй. И с той стороны еще один большой, который перетекает из одного в другой. И дальше, собственно говоря, подъем наверх. Первые корпуса с видом на море. И дальше все то, что выше. То есть нам предстоит опять же подниматься по лестнице. Такой распространенный бассейн. И совсем хорошим панкомом для тех, кто не любит ходить в панк. И неплохой, в общем-то, риф. Даже видели мурен. И, кстати, именно здесь первый раз видела черепаху. В общем, это редкость. Шарма поплавалась с черепахой. Почти все время желтый флаг. Видите, залив есть такой небольшой, поэтому красного флага ни разу не видели. Или даже когда был ветер, все равно был все время желтый флаг, потому что здесь такой себе небольшой зелень. Такой большой зеленый красивый пляж, много тенечка. Самое классное то, что тень, конечно, есть везде. То, что я говорила вам про лестницы, да, вот стараюсь показать, насколько возможно. Вон одна. И вот вторая. И это еще не конец, потому что вот таких лестниц, что вот эти до верха, еще буквально три. Поэтому, ребятки, смотрите сами. Но, мне кажется, можно это потерпеть в пользу того, что очень зеленая и красивая территория. Есть несколько ресторанов ля-карды, итальянский, азиатский ресторан и рыбный. В итальянском ресторане достаточно вкусно, поэтому можно вам посоветовать. Но есть одна история, что чтобы записаться в этот ресторан ля-кард, вы обязательно должны заказать там какой-то напиток. Как это обязательное условие, он платный. Не во всех отелях. Вот такой вот крутой пляж. В принципе, многие пишут, что из недостатка в отеле это огромное количество лестниц. Поэтому, если вы, собственно, не любите ходить по стопенькам, то, наверное, выбирайте какой-то другой отель. Потому что здесь все спуски к морю достаточно крутые. И каждый раз приходят ходить вверх-вниз. Засекали по шагамеру где-то 20 этажей в день проходим. Если вот сходить на пляж, потом идти на обед, а опять сходить на пляж. Поэтому, ну, это как бонус, дополнительная физическая нагрузка. Все знают, что оланд-люди – это коварная вещь. Вот, поэтому вот так вот. Территория достаточно зеленая. Много всяких лопатистов, аллеек. В общем, реальный ресторан с видом на море. Рыбный ресторан. И еще один ресейн, который тоже ходит в горизонт. Даже есть вот такие вот магазинчики. Секнем сувениры. На территории есть одна аптинка. Хотя, в принципе, тут очень близко до старого города. Но это, тем не менее, что-то можно купить и на территорию. Вот так вот вы, собственно, сюда заезжаете. И попадаете в главный ход отель. Вот так вот красиво будет вечером. Ветер достаточно сильно. Здесь даже есть каравочки. Вы можете купить, аптека, магазин. Или чем-то, что самое красивое есть, территория, по которой можно повернуть. Продолжение следует...